Поговори со мною, тёща. Тёща, ты моя, самая любимая, я дышусь от тебя, правда. Когда Эдгар позвонил и сказал, я хочу сделать тебе предложение, блин, я так надеялась на то, что после этой фразы последует нечто большее, я имею в виду руки и сердце. Я сегодня тёща. Эдгар, расскажи идею клипа. Не расскажу. Я там какие-то шутки уже придумал, уже сказал нашему Эдгару. Для кого я тебя растила, кровинушку? Всем привет, я Артур Ешетов и это ТОП ШОУ НЮС. Всё самое интересное в мире шоу-бизнеса. Сегодня я приехал в Император Холл, потому что именно здесь и сейчас проходят съёмки клипа певца Эдгара на песню «Тёща». Я предлагаю пойти и посмотреть на съёмочный процесс, пообщаться с героями клипа и первыми узнать, о чём он будет. Карен, я услышал край мухом то, что вы сегодня играете томадо. Насколько близка вам эта роль? Ну, вообще-то я играю, наверное, самого себя, потому что мне очень часто приходится быть томадо не только на наших семейных торжествах, но и на праздниках моих друзей. Потому что в моей компании, среди моих близких я единственный представитель разговорного жанра, то есть речевого жанра. А этот жанр, конечно, необходим человеку, который ведёт застолье, потому что надо говорить не просто банальные какие-то истории, а надо быть интересным. Потому что там, где публика кушает и пьёт, она никогда не слушает томадо, потому что им он неинтересен, если он не будет говорить что-то очень необычное. И вот тогда только тот томадо, который будет цитировать какого-то великого поэта или рассказать какие-то интересные, смешные истории, вот только тогда гость может положить в тарелку вилку и ложку и послушать, о чём говорит этот мудрый человек. А вы будете работать сегодня по сценарию или импровизировать? Вообще даже никакого сценария абсолютно нету, мы даже уже, я там какие-то шутки уже придумал, уже сказал нашему Эдгару, давай, может быть, попробуем сунуть вот эту шутку, эту. Хотелось бы, чтобы это всё-таки был весёлый клип, потому что много очень сегодня снимается музыкальных клипов, музыкальная песня, хорошая всё, но гораздо приятнее, интереснее смотреть клип с хорошей песней, с хорошим певцом и, конечно же, с шутками, с кеками, с какими-то необычными. Ну и вот тогда люди по несколько раз смотрят клип и говорят, боже, как смешно, как интересно. Когда Эдгар вам предложил сняться в его клипе, вы сразу согласились? Да, потому что мой очень близкий друг идея этого клипа нравится. Хорошая идея, она не оригинальная, она не новая, потому что отношение тёщи, тести там, она хорошая, потому что она жизнь, она жизненная, настоящая такая вот. Мне, по крайней мере, то, что касается меня в отношении этих съёмок, это же не первый клип, где я снимаюсь, будет Дара. Всё, что он делает, талантливо, мне нравится. Элина, расскажите, какую роль вы играете в этом клипе? Поговори со мною, тёща. Я сегодня тёща. Это предстоит мне в жизни, так что можно считать, что это генеральная репетиция. А какая вы вот в кадре, тёща? Я разная, от трогательной, которая готова пожалеть, дать умный, мудрый совет, до интриганки, и я думаю, даже спасибо, вот и он, главный герой, и до, не побоюсь этого слова, стервы! А насколько близка ваша героиня вот к вам? А что, по мне не видно, что ли? Что я не простая штучка? Мне кажется, что в каждой женщине скрывается и сладкая клубничка, и кислая клюковка, и репейник, такой, который... Ещё вопросы есть? Отлично. Продолжаем, ладно. Пока есть ещё. А когда Эдгар вам предложил сняться в этом клипе, вы сразу согласились, или всё-таки думали? Я скажу так, когда Эдгар позвонил и сказал, я хочу сделать тебе предложение, блин, я так надеялась на то, что после этой фразы последует нечто большее, я имею в виду руки и сердце. Чем вас кормят тут? Нас не кормят просто поэтому, это с голодухи уже. Вот, если говорить серьёзно, то предложение сняться в роли того человека, который рулит мероприятием и, по сути дела, сводит эту пару, приводит к счастью, к бракосочетанию. Мне кажется, это может быть очень интересно для меня, как для актрисы. Я надеюсь, моё появление в клипе даст хороший информационный повод для зрительского внимания, активного. А это ваш первый опыт съёмок в клипе? Нет, что вы, у меня у самой есть клип с Анжеликой Варум, у нас есть клип на песню Максима Дунаевского, мы играем Элочку Людоедову, мы там играем Элочку Людоедочку, господи, это уже голод. И Фиму Собак, вот у нас такой дуэт, Анжелика Варума играет Элочку, а я играю Фиму Собак, и мы две подружки, ну это очень яркая работа получилась, мне очень нравится. До этого ещё были клипы, которые снимали для фильмов и много музыкальных роликов для новогодних проектов, песни-клипы. Сегодня мы работаем на Эдгарах бесплатно за еду. Да как вы там за еду, просто за Wi-Fi бесплатный планет. Да! Эдгар, расскажи идею клипа. Не расскажу. Шутка. Идея клипа, значит, ну как бы свадьба, тёща, естественно. Но изначально всё начиналось с того, что я играю такой, знаете, образ у меня такой стеснительный, стеснительного мальчика. Хотя вообще не по мне это, и по мне не скажешь, но пришлось сыграть так. Так вот, я стесняюсь, а потом тёща помогает мне поступить правильно, подойти, подарить цветы и так и далее. И там куча всего интересного, всё не хочу говорить, потому что, чтобы было интересно смотреть. Сколько спецэффектов будет в этом клипе? Так, ну сейчас надо сидеть и считать, или стоять и считать. Ну, думаю, достаточно. Ну, несколько, несколько, точно таких ярких. А чья идея это была клип? Ты сам придумывал его? Нет, саму идею, посмотрите. Мне рассказали, ты такой разносторонний человек, то, что у тебя там идеи появляются, вот. То есть клип это не ты. Это правда, что есть, появляются идеи, как и у любого творческого человека, просто здесь особо додумывать было нечего. Почему? Потому что песня называется «Тёща». Это всё, уже как бы 50% клипа есть, потому что тёща, да, из реальной жизни, ситуации каких-то. Вот, что мы работали вместе с режиссёром, режиссёр говорил своё, мы говорили своё, мой продюсер говорил своё. То есть у нас такая дружная команда, которой каждый имеет право внести лепту в эту работу. Так мы и делаем. Нет такого, что конкретно один человек это взял, сделал, а никто, мы ничего не делали, или мы сделали, а режиссёр нет. Все вместе, каждый свои пожелания внёс, обсудили и сняли. Ну и когда премьера клипа будет? Я думаю, что в начале октября. Я желаю тебе удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Для кого я тебя растила, кровинушку? Ну, мать. Я знаю. О, как жало. Кому ты меня отдаёшь? Давай встанем. Всё, хорошо, всё. Расскажите немножко об Эдгаре, да, какой он? Ну, Эдгара я очень давно знаю, я знаю, когда он только начинал. Мы с ним познакомились в Краснодаре, я был тогда на гастролях. И ко мне подошёл молодой человек, это было прямо на улице, в день города, на площади я выступал. И говорит, знаете, меня зовут Эдгар, я начинающий певец. Я говорю, Эдгар, если ты действительно хочешь этим заниматься, ты можешь на меня рассчитывать, мы всегда, я тебе с удовольствием помогу. И так получилось, что какое-то время он оказался в Москве, мы с ним познакомились. Сегодня дружат наши сыновья, с ним они очень хорошие друзья. Он всегда на всех праздниках в моём доме, на моём юбилее был. Он был на дне рождения моего внука. Но на всех наших семейных праздниках, на днях рождения моих детей он всегда бывает. Поэтому он уже для нас очень родной человек. И когда он снимал клип, он даже не знал, какую роль я буду играть. Тут вообще не было. Он просто сказал, дядь Карен, я так хочу, чтобы ты был рядом с нами. Я сказал, ну раз ты хочешь, я приду обязательно. Вот такая история. Эдгар, он замечательный, хороший, очень хороший парень. Во-первых, он называет меня братом, и я называю братишка. У нас вот такие отношения. Всё, что от него зависит в отношении съёмок, он всё делает. Вообще, на самом деле, я, честно говоря, я потрясён. Потому что он, в принципе, один выполняет функции, которые должна выполнять целая бригада людей. Свет, музыка и так далее. Он как-то умудряется собрать людей, как-то их соединить. И за это, конечно, ему большая уважуха. В отношениях между людьми он очень коммуникабелен, он очень позитивен. Никогда я от него не слышал никакого грубого слова, никогда ни крика. Он даже на своих друзей, ну не друзей даже, а там помощников, скажем так, которые, конечно же, есть, не повышает голоса. Он замечательный, он талантливый молодой человек, он замечательный певец, композитор. А сейчас жених Энгар посвятит действие своей дорогой и любимой Симаще. Недавно вы в Инстаграм выложили фотографию с розовыми волосами. И это произвёл такой фурор между вашими подписчиками. Для чего вы это сделали? И вот как пришла мысль, там, сменить имидж или что это было? Это был камин-аут. Для чего? Розовые волосы. Самовыражение, может быть? Может быть, в жизни нужно попробовать всё. А? А немного спорили, это парик был или всё-таки ваши волосы? Это был парик. В ожидании съёмок иногда рождаются необычные персонажи, какие-то появляются идеи. Дело тут не в питании, а в том, что вдохновение приходит всегда неожиданно. Я думаю, что, может быть, когда-нибудь я решусь на такую стрижку и на такой бешеный окрас. Но мне очень приятно, что вы следите за моим Инстаграмом. Там появляются провокационные иногда репортажи. И персонажи гораздо интереснее, чем моя девушка в розовом парике. Инстаграм у меня, помните какой, да? Точка. Точка ТВ. Точка ТВ. Я вначале не расслышала. Дочка ТВ. Так серьёзно отвечает. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом у меня все. Увидимся в следующую пятницу в 20.30 на телеканале Точка ТВ. Пока!